Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Три года на моих орхидеях не было вредителей, последний раз в 2020 году я боролась с мучнистым червецом, удачно и все. И к сожалению, так как коллекция постоянно растет, постоянно в дом приношу новые орхидеи, хотя и выдерживаю в карантине, но вчера у меня на орхидеях был обнаружен трипс. Точнее все признаки уже указывали не вчера, а ранее, но вчера я его просто увидела уже воочию. Сейчас ставлю кусочек видео и покажу вам непосредственно, как он гуляет на моих орхидеях. Чаще всего трипс попадает к нам в дом на наши орхидеи именно с новыми растениями, с новыми орхидеями, поэтому очень важно выдерживать их в карантине, но ведь и это не всегда спасает. Кроме того, особенно сейчас весной, летом это будет актуально, может насекомое попасть к вам в коллекцию вместе с букетами полевых цветов. Сейчас весна, я думаю, многие домой приносили букеты той же сирени, например, из сада своего срываем цветы, приносим домой. С этими цветами также на орхидеи наши может попасть трипс. Видео будет состоять из нескольких частей, сейчас я вам покажу основные признаки, которые указывают на то, что орхидея заражена трипсом, а потом мы с вами вместе проведем обработку со всеми нюансами, которые важно соблюдать. Итак, основными признаками, что на орхидеях орудует и есть трипс. Посмотрите, с точки роста, в начале роста вот этих листьев, видите, есть такие подсохшие участки. Это значит, что либо был трипс, вот на это у меня была надежда, покупая эту орхидею, я ее приобретала в интернет-магазине, она у меня стояла больше месяца в карантине. Мне кажется, что она является виновницей и заносчицей в мою коллекцию, так как видите, вот остальные орхидеи, даже которые стоят рядом, они еще не настолько повреждены. На этой орхидеи я буквально увидела просто, что бегают насекомые. Признаков повреждения по самой орхидее почти нет. А на этой орхидее они вот просто ярко, знаете, как из книги. Все признаки есть. Обратите внимание, видите, вот первый признак, это вот такие подсохшие. Правда, когда трипс был, это уже остается навсегда, поэтому может быть, что трипс уже и нет, но сухие эти пятна остаются. Вот и у меня была на это надежда. Второе, осматриваем аккуратно с вами листья, чтобы не было кладок. Я вам сейчас покажу просто классический пример, опять же, как из книги. Смотрите, вот видите, вот такие бугорки, это яйца, это кладка трипса вот с одной стороны. И смотрите, с другой стороны вот такой же, вот такой же бугорочек. Потом отсюда вылупляются и остаются вот такие сухие будут бороздки. Здесь тоже потом подсохнет и будет вот такая же сухая бороздка. Поэтому если вот такие есть кладки трипса, все, 100% на орхидее есть вредитель. Это второй признак. И еще одним признаком являются вот такие поврежденные цветы. Когда они распускаются, они чистые, аккуратные, а потом постепенно на них появляются вот такие вот пятна. Это тоже орудует трипс, потому что молодые личинки, они питаются непосредственно молодыми листочками и любят очень вот эти лепестки от цветов. Вот это тоже указывает на то, что орхидея заражена вредителем. Кроме того, цветы потом очень быстро подсыхают и вот видите, они такими становятся прям прозрачными, тоненькими, истонченными и некрасивыми. И еще один очень яркий признак, если новый лист, который растет, молодой листик, на нем есть повреждения. Это значит, что его также едят личинки от трипса. Благо вот здесь, видите, растет новый лист и он при этом хороший, не повреждается. Но все равно все остальные признаки говорят. Ну и плюс ко всему, так как признаки были ранее, но до последнего я надеялась, что трипса не будет, но, как говорю вчера, уже просто увидела его воочию, увидела буквально на этих двух орхидеях. Но, конечно, обрабатывать буду 100% всю свою коллекцию. И цветущие орхидеи, и деток орхидеи, и пеньки. Обрабатывать буду просто все-все-все, в том числе вымою окно и вымою подоконник. Вчера еще обнаружила трипсы, но обрабатывать вот специально оставила сегодня на утро эту обработку, чтобы не спеша, спокойно сейчас занести все в ванну, вместе с вами обработать. Как я вам показала трипса, он может быть такого цвета, от светло-желтого, вот здесь вот он прятался, кстати, вот и паутинка немножечко тут, видите, есть тоже. От светло-желтого до коричневого цвета, может быть. И самка за свою жизнь может откладывать до 400 яиц, а за раз вылупляется, ну, опять же, более где-то 40 яиц. Длительность формирования от яйца, личинки до взрослого особи где-то 25-45 суток. Зависит от того, какая температура. Чем теплее, тем быстрее все это происходит. И трипс в своей стадии развития происходит 4 этапа. Сначала вот такие яйца, которые появляются в виде кладки на листик, которые я вам показывала, где-то тут она у меня уже спряталась, не вижу. А, первая стадия это яйца, вот видите, вот так вот они на листьях появляются. Далее личинки, которые непосредственно потом и питаются молодыми лепестками цветов, а также молодыми листиками. Следующая стадия, личинки уходят в грунт где-то на 4-6 сантиметров, и формируется молодая особь. Ну, а потом уже непосредственно взрослые. Трипса вывести не так легко, как было с мучнистым червецом, потому что на вот эти вот яйца яды вообще не действуют. Они имеют такой специальный хитиновый слой, который защищает яйца насекомого от ядов. Поэтому будут 4 обработки на данный момент, планирую, чтобы подействовать на вредителя на всех, на всех стадиях. Вот эти яйца должны вылупиться, и также они, чтобы погибли. Обрабатывать свои орхидеи от вредителя я буду с помощью препарата Актара. Но для того, чтобы Актара подействовала и была эффективна в борьбе с вредителем, нужно соблюдать правила. Во-первых, температура воды, в которой разводится этот препарат, кратность обработок и обязательно то, что касается дозировки. Я буду и поливать, и опрыскивать орхидеи. Пойдемте с вами в ванную и вместе проведем обработку. Перенесла какую-то часть, будем с вами разводить. Я буду использовать вот такой у меня препарат, есть Актара. Его надо будет применять 4 раза, каждый раз увеличивая дозировку. Смотрите, сегодня в первый полив я буду использовать 0,8 грамма вот этого препарата на 1 литр воды. 10 литров, на 10 литров, значит, мне надо вот 8 грамм буду разводить. Но воду обязательно нужно использовать примерно 30 градусов. 30-32 градуса, не холоднее. Сначала приготовим раствор в небольшой дозировке, чтобы хорошо все растворилось. Потом я уже добавлю до 10 литров. Один пакетик открываю. Раз. В прошлый раз применял Актару 3 года назад от мученистого червеца. Три обработки мне очень хорошо помогли. Но опять же, я всегда говорю, главное соблюдать все нюансы. И момент разведения, и использование, сколько применить препарата. В следующий раз я буду использовать уже там где-то 0,9 либо 1 грамм на литр. То есть 3 раза повышает дозировку. Два. И теперь перемешиваем. Смотрите, вода такого коричневого, достаточно темного цвета. Правда, у меня ведро темное. От этого может вода еще казаться настолько темной. Перемешиваем хорошенечко, чтобы все-все растворилось. И теперь я сюда добавляю просто воду до 10 литров. И оно еще раз все хорошо перемешает и растворится, даже если там что-то не до конца растворилось. То, что образуется пена, это правильно так и должно быть. Ну, такого молочного цвета, даже капучино цвета получается точно как капучино с пенкой. Сейчас наберем воду. Воду также добавляю, примерно 30 градусов у меня идет. И сейчас буду поливать. Поливать буду все растения. Для каждого растения будет индивидуально налит вот этот раствор. То есть повторно его сливать и применять не буду. Но кроме того, хочу в пульверизатор также налить и сверху по листам, снизу по листам по зелени. Также пройти хорошенечко этим препаратом. Так, вот немного в пульверизатор я уже набрала. Вот этой жидкости, этим мы с вами будем его происходить. Но все равно почти 10 литров. Сколько я там набрала, немножечко получается. Вот, беру теперь вот этот препарат. Вот такого цвета, сейчас будет хорошо видно. Смотрите, вот так. И свои орхидеи я оставила в кашпо. Снизу у меня обычно у орхидеи, вы знаете, вода налита. Я просто посливала полностью всю воду, чтобы не разводился и не разбавлялся этот препарат. И буду прямо в этих кашпо вот так заливать. Хорошенечко-хорошенечко сверху грунта. Я вам рассказывала, что есть одна из стадий, когда личинки уходят в грунт примерно на 4-6 см. И поэтому мы обязательно проливаем. Препарат октара, он действует именно изнутри. То есть, корни впитывают этот препарат. Он попадает в клетки самого растения. Вредитель кусает листики растения. И попадает вместе с соком растения яд. И вредители погибают. Вот так. Где-то по одному литру почти, да? Почти по одному литру. Вот смотрите, как у меня убывает вода. У меня уходит на одно вот такое взрослое большое растение. Так, давайте вот это орхидея, на которой непосредственно я вчера и обнаружила. Трипса тоже бегающего. Вот так хорошенечко прямо сверху я его проливаю, чтобы корешки впитали, чтобы грунт тоже напитал. Так, хотя нам самое главное, именно чтобы в сок растения поступил вот этот яд. Так, я вижу, что я уже очень хорошо, смотрите, сливаю. Вот просто очень-очень хорошо набираю этой жидкости. Где-то даже за много. Может быть, столько не надо. Да, вот стоит орхидея, кстати, в закрытой системе. И ее я буду тоже так заполнять грунт, тоже поливать все полностью свои орхидеи. Кроме того, сейчас эти орхидеи я поливаю на 6 часов. Оставляю в этой комнате, закрыв дверь, не проветривая, ничего не проводя с ними. Через 6 часов я уже открою комнату эту, благо это ванная, никому не надо будет сейчас у нас утром. Оставлю так, через 6 часов уже можно будет открыть, здесь все проветрить и орхидеи переставить на их постоянное местонахождение. Следующую такую обработку я буду делать ровно через 7 дней. И каждые 7 дней, 3-4 раза, 4 пока планирую, будет проводиться такая обработка. Ну, единственное, что буду повышать дозировку октары. Ну, еще планирую, скорее всего, по листам дам орхидеи инсектоокарицид. Посмотрим. Вот еще одну орхидею тоже заполняю. Лью спокойно и где-то попадая на зелье ничего страшного, все равно сейчас буду их очень обильно опрыскивать. Потом, если где-то что-то не просохнет, хотя в этой комнате сейчас, вот даже я проливаю, я чувствую, насколько здесь жарко. Скорее всего, все хорошо просохнет. Ну, если где-то не просохнет, то точку роста, пазухи, я просто сухим полотенцем пройдусь, бумажным полотенцем, все и сушу. Потому что даже сейчас по этой орхидее вижу, что попадает влага в пазухи листа. Так, еще чуть-чуть-чуть-чуть-чуть с обратной стороны. Так, здесь у меня стоят орхидеи, тоже их напоить. Вот таким образом провести эту обработку. Конечно, можно использовать разные инсектициды, не обязательно октару. У меня просто дома как раз есть октара, поэтому сразу действую без промедления, не откладывая никаких покупок. И действую октару. Мне нравится, раньше я ее применяла. Но, в принципе, инсектициды главное читайте и учитывайте нюансы применения. Вот как из октары я вам сегодня рассказываю, показываю, какие есть нюансы применения. Так, вижу, там вообще пазухи позаливала. И насколько заполнила. Сейчас еще чуть-чуть добавлю. Так, знаете, вот я развела 10 литров. Наверное, даже этих 10 литров мне будет на все эти орхидеи мало. Хотя я подумала, на 10 орхидеи 10 литров должно быть достаточно. Ну, посмотрим. Ну, вот как раз 10-литровое ведро, смотрите, здесь заполнила у меня и ушло на полив этих орхидей. Так, они у меня в жидкости будут стоять сейчас где-то 10 минут. Через 10 минут жидкость эту сливаю. Орхидеи просто достану с ванны, переставлю на пол. Принесу следующую партию орхидеи. И ровно точно так же все орхидеи обработаю. После того, как по 20, ну, даже не 20, 10-15 минут орхидеи напитаются раствором. На 6 часов буду оставлять их стоять в любом случае в этой комнате. Комнату не проветриваю, принудительную вентиляцию при этом не включаю. 6 часов они так будут находиться в замканном пространстве. А через 6 часов уже перенесу. Так, хотел их еще опрыскивание вот так провести. Видите, прям по стволику, хорошенечко. И снизу, и сверху. Так же я октарой вот этой обрабатываю. Вот орхидеи, кстати, обратите внимание, есть цветонос. Я вам рассказывала, что выносила орхидеи в апреле, на месяц, на балкон. Именно с той цели, чтобы они зацвели и дали цветоносы. Вот один из результатов. Результат не только на этой орхидеи, на других орхидеях тоже есть результаты. Тоже орхидеи дали цветоносы. Но главное нам сейчас спасти растения. На цветоносы октары никак не должна подействовать. Цветонос этот должен продолжить рост и все равно расти. Ну, так вот я их проливаю все. С одной стороны обязательно, с обратной стороны, между листиками, хорошенечко, хорошенечко. Даже вот я смотрю, они такие напитанные, напитанные. Даже 10 минут будет достаточно. На 10 минут я сейчас все это оставлю. Постоят. Ну и следующая партия. Закончилась у меня октара в том упаковке. Но есть вот такая еще октара. Производство Япония идет в особо на виде из магазина приобретена. Добавлю эту. Разводить буду точно так же. 4 вот грамма на 10 литров воды. И вот как раз дошла до своих цветущих орхидей. Цветущие орхидеи будут пролиты вот этой японской октарой непосредственно. Но посмотрим, как раз будет удобно наблюдать и увидеть, есть ли разница или нет. Хотя я надеюсь, что от всего будет разница и просто уйдет этот вредитель с моих орхидеи. Орхидеи, которые я купила самыми последними, они у меня вообще еще стоят в карантине. Самыми последними я их после всех остальных своих орхидей и поливаю. Также вот этим препаратом я оставляю постоять тоже 5-10 минут, буквально, чтобы корни напитались. Единственное, что отсюда вынесу, потому что здесь будут стоять остальные мои орхидеи. Вот видите, сколько их здесь. Тут уже много-много стоит. Так как они карантинные, хотя инсектицидом проливаю, но корицидом же не проливаю эти орхидеи. Хотя есть теория, знаете, про клещей, что клещи есть у всех орхидей. Нет орхидеи без клещей, есть орхидеи недообследованные. Просто они спят до благоприятных до них условий. Но даже несмотря на это, все равно не хочу оставлять, просыхать вместе с остальной своей коллекцией. Поэтому все выношу. Эти карантинные орхидеи все-таки пойдут в карантин. Все, смотрите, даже орхидеи, которые мы с вами опрыскивали, они уже просохли. Взяла термометр, здесь сейчас показывает 25 градусов и влажность 55%. Оставляю их постоять на 6 часов, закрываю двери в замкнутом пространстве. Через 6 часов перенесу на полку, на подоконник. А в этом помещении буду хорошенечко проветривать. Кроме того, сейчас пойду как раз-то полку, подоконник, окна, все еще хорошо-хорошо промою с мылом. Всем, кому было полезно это видео, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!